Качество оказания медицинской помощи и доступность медицинских услуг жителям города и села – вот главные задачи, которые стоят перед властями и профессиональным сообществом в сфере здравоохранения. Обе неразрывно связаны с кадровым вопросом. У нас не хватает кадров в традиционной системе здравоохранения, поэтому мы очень активно принимали участие в программе «Краевой земский доктор». В прошлом году 26 человек, это самое большое количество, по крайней мере, привлекли врачей для работы в сельских территориях. Приток свежих кадров благодаря федеральной программе в 2016 году получила субсекская амбулатория. Лечебное учреждение, которым руководит Ася Багаян, дефицита в нужных на селе специалистов сейчас не испытывает. Несколько лет назад, когда я приходила сюда работать, здесь было буквально два терапевта. И постепенно мы смогли пополнить наши ряды хорошими квалифицированными специалистами. К примеру, за прошлый год к нам пришли два педиатра, к нам пришел акушер-гинеколог, к нам пришел терапевт. Конечно, все это действует во благо, потому что население испытывает меньше трудностей. Элементарно для того, чтобы записаться на запись к участковому врачу-педиатру, участковому врачу-терапевту. Это те специалисты, с которых нужно все начинать. Евгения Ир за практикующим врачом стала в сентябре прошлого года. Говорит, узнала о программе от мамы и решение приняла еще, будучи интерном. Работу на селе рассматривает как начало длинного и успешного профессионального пути. Работать на селе очень интересно, увлекательно. И это очень колоссальный опыт. В дальнейшем, я думаю, мне это очень поможет. В дальнейшей работе. Здесь все люди друг друга знают. Всех своих пациентов я знаю в лицо, по именам. Они меня знают, мы уже друг к другу привыкли. Добрая душевная атмосфера. Оказывать приезжающим в Анапу врачам дополнительную помощь от муниципалитета – принципиальная позиция главы города-курорта. Мы – единственная на Кубани территория, где семьям врачей приобретают квартиры и компенсируют аренду жилья. В 2016 году общая сумма выплат составила 1 миллион 300 тысяч рублей. Три семьи получили квартиры. Сергей Сергеев призвал своих подчиненных активнее сотрудничать с Кубанским государственным медицинским университетом. Рассказывать будущим врачам о перспективах работы в Анапе. Что касается каждого обеспечения. Мне кажется, надо применять такую форму не только по лечебным учреждениям. Вот Вячеслав Александрович, я уверен, Сергей Николаевича знает, да? Да, это так. Лечебный, лично знаком. Можно провести рабочую встречу и посмотреть на общаг, которые сегодня уже заканчивают интернетуру. Посмотреть, кто приедет к родителям. И провести с ними беседы. Чтобы не получилось. Наоборот, если девчонка выйдет замуж, пусть она и мужа сюда тянет врача. Понимаешь? Чего смысл для Садокса? Если они увидят, что мы заинтересованы, я не идеалист. Не думаю, что все 100%, с кем вы встретитесь, приедут к нам. Но они уже будут понимать, что их здесь ждут. Сегодня в рамках целевого приема в медуниверситете обучаются 17 человек. После получения дипломов они пополнят ряды анапских врачей. В 19-м году. В 19-м году.